Резолюция в поддержку. Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека в Крыму. В украинском МИДе даже назвали этот документ первым шагом к возвращению полуострова. Дмитрий Анопченко разбирался, за что именно проголосовали объединенные нации. Из ООН на этой неделе что ни день, то новости. Но в отличие от споров об Иерусалиме, в крымском вопросе расклад сил совсем другой. 70 государств отдали голоса за, а среди них и Соединенные Штаты, и большинство стран Европы, и только 26 против. Конечно же Россия, а еще те, с кем у Москвы еще остались хорошие отношения. К примеру, Беларусь, Куба, Иран, Узбекистан, Кыргызстан. ООН откровенно называет происходящее на полуострове дискриминацией российскими оккупационными властями жителей временно оккупированного Крыма. Резолюция содержит не только слова осуждения, но и 12 очень конкретных требований к Москве. Каждая связана с болевыми точками нынешней крымской жизни. Отменить дискриминационные законы и прекратить аресты. Освободить задержанных, причем немедленно, и вернуть обратно депортированных. Отменить запреты на въезд в Крым лидеров Минжелиса. Обеспечить доступность образования на украинском. И даже прекратить призыв крымчан в российскую армию. По сути, ситуация в Крыму формально признана оккупацией и международным вооруженным конфликтом. Это уже третья крымская резолюция ООН. Первую еще в марте 2014 приняли. Проголосовав тогда за то, что так называемый референдум на полуострове не имеет законной силы. В куварах организации признаются, что российские дипломаты сделали все возможное. Ходили, говорили, уговаривали. Лишь бы как можно больше стран проголосовали против или хотя бы воздержались. И это неспроста. Ведь сама резолюция, честно говоря, не изменит ситуацию. Однако она сделает самое главное. Открывает возможность для длительных судебных процессов против России. Раз закреплен термин оккупация, значит включаются Женевские конвенции. По которым оккупанту запрещается принимать на службу в армии население с оккупированных территорий. Это грубейшее нарушение права. И уголовный суд в Гаге занимается. Раз есть решение Генассамблеи, значит открыта возможность для обращения в международные суды. А для тех исков, что уже поданы, появились новые аргументы. Процесс этот, понятное дело, небыстрый. Суды могут тянуться годами. Но каждое такое голосование лишь усиливает позиции Киева. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.